Сегодня я добрался до города Борисполь. У них своя атмосфера и свои правила. Почему этот комплекс решили назвать солнечным? Такое не строят, конечно же, даже в эконом-сегменте. Вот такой большой двор-парковка. А что это за история с пристройкой? Нам здесь не рады, ребята. Убираемся отсюда. Такие дома, вот такой вот Борисполь. Всем привет! Меня зовут Сергей Нагорный, и я продолжаю искать жилье в Киеве и пригородах. Наконец-то потеплело, прям жара наступила такая серьезная, и я решил, что очень давно меня не было в пригородах. Поэтому сегодня я добрался до города Борисполь, в котором, кстати говоря, я не смотрел еще ни одного комплекса. И начну я этот город изучать не с центра, как было бы, наверное, логично, а с его окраины. Это привокзальный район. Довольно-таки депрессивное место по описанию местных жителей. Тут и промка, тут и железная дорога, станции электричек, которые, кстати говоря, отправляются в Киев по идее. Но доехал я сюда на маршрутке. И давайте посчитаем. От станции метро Бориспольская я ехал 19 минут, 19 с половиной. И еще 7 минут я ехал на другой городской маршрутке до этого района. Итого, если вам повезло, и вы выскочили из метро Бориспольская, и как раз попали на маршрутку до Борисполя, сели в нее, вышли уже в Борисполе, пересели на другую маршрутку, которая только что подъехала, то где-то до 30 минут займет у вас дорога до этого места. Но это, опять-таки, без учета пробок, которые, скорее всего, будут в час пик. Тут, кстати, у них своя атмосфера и свои правила. Только что хотел зайти в один небольшой магазинчик, на входе увидел объявление, пожалуйста, больше трех не заходить. Достал свою маску, открываю двери, а там человек 10, все абсолютно без масок, сама продавщица без маски. Короче, плевали они на всякие там коронавирусы. Как ни странно, но киевские застройщики пока что не сильно рассматривают Борисполь как перспективное место для своих комплексов. И поэтому найти здесь действительно что-то интересное очень сложно. Поэтому мы сегодня посмотрим на два ЖК, которые находятся относительно недалеко друг от друга. На мой взгляд, страшненький ЖК, но как оно будет на самом деле, мы посмотрим. Как я и сказал, этот райончик называется Привокзалье. И о нем ходят разные слухи, но жители этого района говорят, что нифига, это все стереотипы и сказки, такие же, как про проездщину и Борщаговку в Киеве. А вот там, по другую сторону вокзала, начинается район за вокзалей. Кстати, я вижу, много людей выходят вот отсюда по этой железной дороге. Видимо, это какой-то короткий путь. Так вот, за вокзалей уже не особо оправдывают. Говорят, что там действительно живут всякие маргиналы и мрачное местечко, где лучше ночью не показываться. Но я туда и не собираюсь. Буду тусить здесь, на Привокзальном. Вот там, за этой высокой бетонной стеной, железная дорога. И где-то там чуть-чуть вдали вокзал. А с левой стороны у нас частные дома находятся. Да и вообще в Борисполе, конечно, много частных домов. Городок маленький, поэтому так оно обычно везде и бывает. Первый ЖК, который мы сегодня с вами посмотрим, называется Солнечный. Вот он там вдали находится. Но я прохожу мимо детского сада и хочу вам его показать. Видно, что строение новое, кирпичное, двухэтажное, с большой довольно территорией. Так что вот в такой близости здесь есть детский садик. Возле него, кстати, много паркомест и ни одна машина не запаркована. Здесь же переход на вторую сторону железной дороги. В Киеве уже достаточно сложно найти такие пейзажи, где соседствует высотка с частными домами. Но в Борисполе, я думаю, это сплошь и рядом. А вот и привокзальная площадь. И, честно говоря, удивительное зрелище. Даже в каких-то маленьких провинциальных городочках и то, кажется, вокзал более оживленный. Ну, я не знаю, что там сейчас с электричками. По идее, ходят электрички до Киева, и я бы с удовольствием лучше бы ею воспользовался. Но Google мне такое не предложил. Говорит, езжай-ка ты лучше маршруткой. Ну и вот оно, то самое здание вокзала, которое разделяет Борисполь на привокзальную и завокзальную части. Где-то рядом расположен супермаркет АТБ. Всего 250 метров от дома. Ну и снова такие частные дома и ЖК Солнечный. Райончик здесь, конечно же, действительно специфический. Есть вот старые дома, обжитые спутниковыми тарелками, облагороженные газоны покрышками от колес. Но смотрите, как зелено. Очень-очень зеленый двор. Правда, вот эти вот трубы теплотрасс, если я не ошибаюсь, они, конечно, портят визуальную часть двора. Как вы считаете, почему этот комплекс решили назвать солнечным? Может быть, потому что здесь всегда солнечно, как сегодня? Может быть, не знаю. Я здесь первый раз, и здесь действительно солнечно. Но, скорее всего, из-за того, что покрасили его в желтый цвет. На пути к домам я вижу металлические гаражи, тут и там встречающиеся. А вот это вот кирпичное здание невысокое с большой трубой. Это котельная, которую застройщика обязали модернизировать. И, судя по всему, труба новая, модернизированная, чтобы от этой котельни и отапливались 4 построенных дома. Кстати, о застройщиках. Это компания СНК Триада, которая мне совершенно неизвестна, при партнерстве ДСК Житлобуд. А вот с Житлобудом мы, конечно, хорошо знакомы. Он построил много уродских зданий в Киеве. Например, ЖК Навигатор, в котором я побывал. Компания СНК Триада основана в 2006 году и с тех пор построила всего 4 дома в ЖК Солнечный. Это единственный комплекс данной компании. А вот ДСК Житлобуд мы уже давно знаем. И в пределах Киевской области они также промышляют в городе Выжгород. И есть также еще один комплекс в Борисполе. Ну а что касается Киева, то тут уже множество знакомых нам комплексов. Навигатор, Ревудский, множество домов на Троещине. И даже такие ЖК, как Зелэкс и Вудстория, обзоры которых есть на моем канале. Дома еще относительно новые. Например, счет идет вот 4-й, 3-й, 2-й, 1-й. Вот этот первый дом сдан совсем недавно, в этом году, в первом квартале 2020-го. Я не знаю, на сколько его задержали, но вот все, что я нашел в интернете, по информации 1-й и 2-й дома. Ну, тот, который начали строить первым, его изначально планировали сдать в первом квартале 2017-го, а сдали в третьем 2018-го. То есть на полтора года задержали. Второй дом задержали чуть меньше, на 9 месяцев. Так что не знаю, как там ДСК Житлобуд у нас в Киеве сдает, на сколько в сроки. Но вот здесь он как-то не особо спешил. Дома здесь 18-ти этажные. Хотя изначально были разговоры, что здесь будет построен один 10-ти этажный дом. Потом были какие-то суды. В результате все нормально. Документы на строительство получили на 4 монолитно-каркасных 18-ти этажных дома. Как видите, территория комплекса здесь не закрыта. И балконы не застеклены. Ну, частично не застеклены, потому что те, кто вселяются, их, конечно же, намеревают застеклить. Правда, вот на втором этаже покрасили просто ограждение в желтый цвет. Какая-то небольшая будка охраны. Ну и машины паркуются на заасфальтированных участках двора. Нельзя сказать, что эти места предназначены под паркинг. Лежит специальный контейнер для строя мусора, так как люди только-только делают ремонты и заселяются в свои дома. Ну и помимо того, что дома монолитно-каркасные, заполнены стены здесь газоблоками. Они утеплены минеральной ватой, оштукатурены и покрашены. Если я правильно понимаю, я читал что-то о том, что здесь есть недостроенное полузабрушенное здание силовиков, которое также застройщик обещал оборудовать, переоборудовать под детский садик. Ну, если это оно, то здесь никто ничего пока еще не делал. Ну и детская площадочка между домами на санцепеке. Сами понимаете, как в ЖК Солнечном будет приятно гулять детям на этой солнечной площадке. Именно поэтому сейчас в самый санцепек здесь нет ни одного ребенка. Ну а крышечка от песочницы уже отломалась. Что говорит, конечно же, о качестве данных детских снарядов. Они здесь самые-самые дешевые. Ну и, кстати говоря, да, ЖК этот позиционируется как эконом-класс, поэтому особо ничего от него ждать мы не можем. Ну и рядом электроподстанция. Детская площадка ограждена небольшим заборчиком. Я не знаю, видел ли кто из вас видео недавно в Петровском квартале. Какой-то чудак заехал автомобилем прямо на детскую площадку. Ну, перепутал педали, бывает. И реально дети просто выскакивали из-под колес. Каким-то чудом просто повезло не наехать на них. Кто-то скажет, надо обязательно заборчики делать на детских площадках. Они спасут. Нифига они не спасут. Наоборот, еще этими заборчиками и придавят. Детей. Просто самое главное, нельзя организовывать парковки вокруг детских площадок. Вот что нужно делать. Ну, а между домами и железной дорогой есть вот такая большая парковка. Есть какие-то гаражи. И что-то вроде стройматериалов в магазинчике. Уверен, что дома здесь еще полупустые. Но дворы уже практически полностью запаркованы. Есть небольшие зеленые газончики. Но, как вы понимаете, дома построены по старинной технологии. Сейчас уже цивилизованные города такое не строят, конечно же, даже в эконом-сегменте. Тут и там повсюду металлические гаражи. Какие-то полузаброшенные территории. Есть какой-то сточный канал. И вот такие соседние дома. Посмотрите, какая красота. Какая эклектика. А на первом этаже дома, судя по всему, предусмотрены небольшие помещения для коммерции. Вот так красиво замаскировали канализационные люки на газоне. Стоит ли говорить, что, естественно, никакого контроля за кондиционерами, антеннами здесь нет и не могло быть. А еще здесь очень веприно. Не могу сказать, что сейчас меня это печалит. В этот жаркий день реально хочется прохладного ветерка. И поэтому он немножечко спасает. Но зимой, наверное, тут совсем другая ситуация. Ну и вот такие пейзажи здесь прекрасные. Какие-то электроподстанции старые. Здесь у нас люди паркуются. Ну и детская площадка. Здесь она хотя бы в тени. Честно говоря, абсолютно незаметно никакой разницы между домами, которые сданы два года назад и которые сданы вот в этом году. Они реально выглядят одинаково. И по заселенности, и по своему внешнему виду. Ну, там есть какое-то небольшое изменение сверху. Но в целом, вот реально, если бы меня спросили, какой из этих домов построили первым, я бы сказал, что все они построены в одно и то же время. А нет, нашел улики, по которым можно опознать новые дома. Еще не все наклейки с окон сдерты. Стоит ли говорить, что комплекс этот в плане инклюзивности, то еще удовольствие. Вот такой четырехуровневый пандус здесь. А вот сразу видно альфа-поведение. Не то, что все вот эти вот бесхребетные беленькие балкончики застеклили. Фу, только красный, только хардкор. Пожалуй, мне уже все ясно с этим комплексом. Но тут еще, по-моему, работает отдел продаж, в который я хочу зайти и узнать, сколько же такая красота стоит. Я побывал в отделе продаж и, как оказалось, здесь их два. Как я вначале говорил, здесь два застройщика строили этот комплекс. И у каждого из них свой отдел продаж. Я побывал в отделе приады. Мне сказали, что у них самые лучшие квартиры, с самыми лучшими видами. Потому как, ну, вы знаете, два комплекса продают разные квартиры. И у них всего осталось две двушки с очень удачными планировками. В одну из них я все-таки успел заглянуть. При всем том, что мы увидели снаружи здание, планировка действительно, можно сказать, удачная. Ну, мне так показалось. Я вообще не спец особо в планировках. Но, однако, действительно, посмотрев все правильной формы, нет никаких дурацких выступов. Что важно сказать, полностью по квартире разведена электропроводка. Кто-то скажет, что это вообще не нужно, потому что под себя все равно придется переделывать. Но, знаете ли, есть непритязательные люди, которым подойдет и такая разводка. Установлены все счетчики на электричество, на воду и даже на отопление. Отопление мне подтвердили, действительно, от той котельни модернизированной. И, да, мне подтвердили вот то полуразваленное здание. Это в будущем детский сад, а в бывшем здании роты Беркута. Мне не смогли назвать, сколько киловатт выделяется на квартиру. Но сказали, что электроподстанция достаточно мощная и рассчитывалась на 5 25-этажных домов, которые они и планировали построить. Но из-за аэроруха им ограничили высотность и поэтому построили всего 18. Мне с упоением рассказывали, как можно сносить стены, делать перепланировки, выносить стены, которые объединяют квартиру с балконом, стеклить балкон. Ну, в общем, любой полет фантазии. И там, как я и заметил ранее, вообще никаких ограничений, то есть отношение к жилью только вот к внутренней его части, к твоей квартире. Все, что за порогом, оно никого особо не интересует. А, и, кстати, лифты в комплексе какой-то фирмы Хост. Мне снова-таки не смогли сказать, что это за фирма такая китайская или украинская. Но я еще с такими не сталкивался. В общем, типичный такой эконом. Ну, и стоимость жилья, вот эти конкретно двухкомнатные квартиры, там по 60 квадратных метров, 1 метр 14 500. Я, честно говоря, думал, что будет дороже, чем в моем комплексе. Но нет, здесь действительно дешевле. Здесь дешевле, учитывая то, что и электропроводка есть. Но в остальном каких-то особых плюсов я не заметил. Мне сказали, что ехать сюда от Киева 20 минут на машине до моего альпийского городка ехать еще меньше. Виды там действительно вот с той стороны неплохие. Но вот этот весь частный сектор, ничто не загораживает вид. Сидишь себе и любуешься. Ну, а когда аэропорт работает, то еще и на самолетики смотришь. Ну, а тем временем я отправляюсь в ЖК Левада. Тоже достаточно известный комплекс для Борисполя. Кажется, что он должен быть чуть-чуть получше. Вот здесь такой интересный памятник, небольшой скверик с детской площадкой на Санцепеке. И ЖК Левада – это вот те дома из красного кирпича на горизонте. Это комфорт-класс. Дома здесь построены из красного кирпича и даже утеплены минеральной ватой. А потом еще один слой красного декоративного кирпича. Похоже, в этом комплексе я планирую все-таки закрыть территорию от посторонних. Но пока что все ворота распахнуты. Вот такой большой двор-парковка за асфальтированное поле автомобилей. Здесь могла бы быть зелень, зоны отдыха, лавочки, фонтанчики. Но нет, здесь паркуются автомобили. Вот так простенько выглядят подъезды домов. Две скамеечки возле входа, две урны. Водостоки льются, ну, куда-то так в сторону. И металлические двери без стекол, непрозрачные. Да, камеру повесили сверху, но лучше бы они сделали стеклянные двери. Зеленые газончики, ну и все проезды запаркованы, потому что сделаны они слишком широкими. Их в идеале нужно делать такими, чтобы две машины разъехаться не могли. В таком случае эти проезды не будут запаркованы автомобилями. Ну и детская площадка за серым отвратительным заборчиком. Вытоптанная земля. Тут, видите, где не топчутся дети, все зелено. А там, ну, такая земля с плешивой травичкой. Балконы здесь тоже стеклят все на свой лад. Абсолютно разные стили, абсолютно разные цвета. Кондиционеры тоже развешиваются в хаотичном порядке. Ну и, конечно же, спутниковые антенны. А так, конечно, можно было бы сказать, что дом выглядит довольно неплохо. Кое-кто даже себе, вот видите, балконы, он полностью не застеклен. Но кто-то полностью застеклил, кто-то еще себе доложил кирпича и сделал окна другой формы. Если я не ошибаюсь, то первый дом здесь введен в 2008 году. Всего 6 домов и последний, самый новый, построен и сдан в эксплуатацию в четвертом квартале 2019 года. Совсем недавно. А строят эти дома компания Агробуд Механизация при партнерстве НСД. Компания Агробуд Механизация неизвестна, когда основана, но с 2010 года они сдали 6 домов. Это такие комплексы, как ЖК Левада, ЖК Борисполь Грант, Таунхаусы Борисполь Виллдж и ЖК Борисполь Делюкс. Однозначно можно сказать, что почерк узнаваемый. Ну и компания НСД основана в 1995 году и она также участвовала в тех самых ЖК от компании Левада. А в Киеве принимала участие в строительстве ЖК Васильковский, Перовский, Дом на Клименко и, что удивительно, ЖК Смарт Плаза Политех. Расстояние между домами просто огромное. Реально широченные поля. Непонятно для чего такой величины, потому что все равно они никак не используются. То ли засеянные травой, то ли заставленные автомобилями. И хотя тут дома невысокие, всего 9 этажей, но они реально здесь могли бы быть и при 4 этажа. И их можно равномерно было бы по всей этой территории красиво разместить. С маленькими сквериками, уютными уголочками и с достаточным количеством паркомест. Но вы видите вот такой огромный сквер. Повторюсь, вот зачем здесь вот эта горка? Но вот это, конечно, плюс. Немногие комплексы могут похвастаться, что у них на территории есть свой водоемчик. Здесь такой небольшой милый прудик. Жаль, на нем никаких уточек нет. Но он действительно красивый. Прям вот зеленый. Вода выглядит достаточно чистой. Короче говоря, за прудик лайк. А вот это, судя по всему, самый какой-то последний дом или его пристройка. Видите, вот к этому большому дому пристроили 5 этажей свеженького подъезда. Вот такие дома здесь вполне могли бы быть. 5 этажей максимум, а то и ниже. Реальная территория огромная. Ну и тут, конечно же, вагонка Ее Величества. Полностью весь стояк в белой вагоночке. Тут какие-то бунтари нашлись. Они решили выбрать бежевые и коричневые цвета. И один балкон вообще не застеклен. Я тут по счастливой случайности встретил Максима, который живет в комплексе и знает о существовании моего блога. Поэтому он опросился в гости в подъезд посмотреть, как выглядят дома. Максим тут уже 5 лет живет. Рассказывает, что все ему нравится, все устраивает. То есть тут то, что там пандусы есть на первом этаже. Все равно здесь еще лестничку нужно будет преодолеть. Там, наверное, велосипеды слева. Под лестницей, да? Да, именно с той стороны. Там, наверное, коляска, там вот велосипеды тоже стараются. Ну, такой, чтобы быстрый доступ был, да? По четыре квартиры на этаже? Да, вообще. Да, это хорошо. Вот в этом вот езде конкретно только двухкомнатные, а потом в втором этаже где-то там однопомнатные. Плюс, ну, тут хорошая, как разу, под 80 градусов. Посмотрим просто, что за лифт. Могилев лифтмаш, белорусские. Прохладненько в доме. Как вообще? Летом не жарко, зимой не холодно. Когда стоял вопрос выбора квартиры, ну, потому что была возможность, ну, еще тогда наличие два зваляда, мы там заходили в определенное время, ну, суток, чтобы понять, как это сейчас там, тоже как на лун зашел, посмотрел определенное время, как где солнце. То мы, в принципе, выбрали как шуруп в идеале. И не жарко, и не холодно. В принципе, бывает летом даже вот за весь сезон кондиционера даже не продуешься. Все коммуникации говорят, а, тут автономная котельная, да. То есть, сами там решают, вот смотрят, бывают такие нюансы, что там, или раньше похолодало, или там, ну, вот, как это зима была, что такая аномальная проводия. Сколько платите за отопление? Где-то тысячу, тысячу двести, это самый, типа, ну, холодный месяц. Двухкомнатная квартира. Ну, еще у нас там отдельно, доп. есть, у нас считывает саму квадратную квартиру, ну, квартиры, и плюс мы еще за вот такие места загального коррестования, типа, платим. Оно с соотношением около сколько это будет, как квадратная квартира. А за придомовую вот этот вот всякий тариф какой? Детка-то я вообще что-то не собрала, где-то в районе 300 гривен. А это какие-то кладовочки еще, да, между этажами. А тут, видимо, должен был быть. Детка была, да. Ну, переоборудовали то, что здесь ОСВВ, типа, ну. А, они себе сделают офис. Еще одна детская площадка во дворе, такой закрытый двор со всех сторон. Тут всегда так вепряно или это сегодня? Нет, сегодня вепряно. А что это за история с пристройкой пятиэтажной? Насколько я знаю, это как-то сотрудникам вот этого от застройщика, от агробуд механизации, как-то им там выделили. Квартирки еще достроили, да. Да, да. Люблю встречать жителей комплекса, всегда узнаешь всякие инсайдерские информации. Ну, в общем, Максим, повторюсь, доволен своей инвестицией. Они здесь пять лет живут и, в принципе, ни на что не жалуются. Особенно учитывая то, что он работает в аэропорту Борисполь, поэтому, ну, где еще жить? Зачем? Зачем нужен Киев, если отсюда рукой подать до работы? Ну, и место действительно достаточно уютное. Я, конечно, придалбываюсь к куче разных моментов, потому что предела совершенства нет. И здесь достичь этого совершенства можно было бы достаточно легко теми самыми ресурсами, которые есть у застройщика. Просто нужно подключать, так сказать, голову и смотреть на западные образцы и учиться у них. Вот это самый новый дом, тоже девятиэтажный, кирпичный. Люди уже продолжают колхозить. Опять же, эта тема не совсем к застройщику, а к самим людям, которые уродуют свои дома. Но застройщик тоже отчасти ответственен, потому что он может это контролировать. Максим говорит, что сейчас достаточно много свободных паркомест, потому что выходные дни, все куда-то разъехались, может быть карантин. Но обычно очень сложно найти место для парковки, поэтому он паркуется на какой-то парковке платной, которая находится за комплексом. Ну а здесь, смотрите, какое красивое зеленое поле прямо под окнами. Я бы даже предпочел здесь жить на первом этаже, чем на верхнем. И в зелени утопает мусорник. Правда, он здесь стоит какой-то такой нефункционирующий, с закрытый приваленным бетоном. Территория достаточно зеленая, но, повторюсь, меня смущают вот эти огромные расстояния между домами, которые очень неэффективно используются. Все можно было бы сделать намного уютнее. Здесь зато то ли жильцы, то ли уже управляющая компания проложила по вытоптанному дорожку. Это хорошо. В принципе, так и нужно делать. Если люди срезают, чтобы не обходить вот эти вот огромные территории, которые тут настроили, то нужно им прокладывать эти дорожки. И вот здесь уже даже долепили такой водосток, чтобы он стекал именно на траву. Так что, как вы поняли, вопрос пандусов здесь такой вторичен. Даже если вам получится сюда заехать. Правда, очень странно. Пандус ведет на лестничную клетку, а сюда к лифтам пандуса нет. Но там все равно внутри есть еще лестничная площадка, которую нужно преодолевать ножками. Такая достаточно густая зелень. И по центру двора еще один зеленый участок. Тут помимо детской площадки и устройства для выбивки ковров, есть такая небольшая верандочка, где сейчас как раз дети в тени прячутся и играют. Вот почему-то редко застройщики думают о таких местах для взрослых. Не только для детей, какие-то верандочки. Есть здесь, конечно же, и спортплощадки. Но тоже нелогично как-то все продумано. Вот я сюда зашел, да, как человек, который не знает здешние тропы. И дальше как выбраться? А никак, не буду же я обходить обратно. То есть тут уже протоптанные есть тропинки. И я ей тоже воспользуюсь. Территория как бы частично закрыта. Вот есть ворота на замках. Но вы видели, с одной стороны я спокойненько зашел в распахнутые врата. Ну и сами зацените, как жильцы этого дома любят смотреть телевизор. Ух ты, смотрите, кто-то себе сделал дверь прямо в квартиру. Вот я и вышел за территорию ЖК. Повторюсь, есть открытые ворота, есть закрытые. Ну и с внешней стороны тут ситуация вот такая. Кстати, интересные граффити найдены. Уклоняйся от зла и делай добро. Праведник смел как лев. Сказали, что отдел продаж еще работает. Так что пойду узнаю, почем тут квартирки. Тем более, что вроде бы как еще один дом планируют построить. Максим сказал, что застройщик этот добросовестный. Что не экономит на материалах и делает довольно качественно дома. Что соседей слышат, если кто-то сильно шумит и орет. Но в целом в пределах нормы. Электричество практически не пропадает, потому что рядом находится фармацевтический завод. Вот он, кстати, перед нами. И он, видимо, как-то запитан на одной линии. А обесточить завод это большая проблема. Поэтому за 5 лет он даже не помнит, когда отключалось электричество. При этом это не тот завод, который изготавляет фармацевтику. Здесь делают упаковки и пакуют таблетки. Поэтому никаких неприятных запахов здесь нет. Но деревья, конечно, побелить обязательно нужно. Эти приятные капли капающих кондиционеров на металлические крышки. И вот еще за комплексом есть такая большая автостоянка платная. Но думаю, что цены вполне приемлемые для людей, у которых есть автомобиль. С отделом продаж мне не повезло. Честно говоря, я не помню еще таких аскетичных отделов продаж. Как вам вагончик без окон, без дверей? Нет, на самом деле дверь есть. Я позвонил, постучал, но похоже никого там нет. Нам здесь не рады, ребята. Убираемся отсюда. Ну и ладно, цены мы посмотрим в интернете. Главное ознакомиться вообще с самим комплексом, с атмосферой, которую он излучает. Судя по информации на сайте LUN, однокомнатные квартиры все проданы. Но еще можно приобрести двух- или трехкомнатные квартиры. Метраж начинается от 83 до 113 метров. И стоимость одного квадратного метра от 13 тысяч до 16. Что в принципе даже дешевле, чем в ЖК Сонечный. Хоть то эконом-класс, а это комфорт. К тому же существует возможность взять рассрочку на 6 месяцев при первом взносе от 40%. В целом много зелени, высота домов не до небес, по 4 квартиры на этаже, практически бизнес-класс. Хотя в Киеве сейчас бизнес-класс с 4 квартирами на этаже, еще попробую найди. Ну и буду идти в сторону киевской маршрутки. Поотвечаю на ваши вопросы, которые вы написали в моем инстаграме. Если вы еще на него не подписаны, то подписывайтесь. Наконец, Борисполь. Как город для жизни? Как дела с городским транспортом в городе? Именно с городским, не пригородным. Вроде есть там с десяток городских маршрутов. Уютный ли город? Ну, Игорь, я пока по поводу всего города говорить не могу. Я побывал в этом привокзальном районе. Это такая окраина, абсолютно невзрачная и неблагоустроенная. Поэтому не буду судить про весь город по этому району. По поводу транспорта тоже я пока не видел ничего, кроме местных маршруток. Кстати, стоимость маршрутки была 6 гривен. Ну и та местность, в которой я погулял, уютной мне не показалась. Не стыдно ли им такое строить? Нет, не стыдно. И вообще, забудьте это слово в контексте застройщиков. Причем здесь стыд? Всего лишь бизнес, ничего личного. Город очень на любителя. Даже не знаю, что и спросить. Даже не знаю, что и ответить. Кстати, говорят, здесь не всегда так ветпрямо. Это сегодня какой-то ветпрямый день. Добрый день, спасибо, что в Борисполь добрались. В ЖК Солнечном поинтересуйтесь, пожалуйста, как они обеспечивают дома электричеством. Потому что в городе часто отключают свет, а они полностью на электричестве. Они сказали, что они запитаны с двух разных каких-то источников. Ну и что бывает, когда отключают оба источника, но это редко. Так что в основном у них электричество есть. Как слышимость вокзала и поездов? Хотя сейчас их мало из-за карантина, понятно, но все же. Ну, мне сразу показывали квартиры с видами в другую сторону, не на поезда. Ну и говорят, что тут такое дело. Кто как к ним относится. Поезда, конечно, ездят и, конечно же, шумят. Поэтому это нужно понимать. И вопрос парковки. Да, вы его не любите. Есть ли парковка для жильцов? Честно, я ее не видела. Только вокруг, как попало, натыканные автомобили по периметру 4-х 18-этажных домов. А дома еще толком даже не заселены. Да, кстати говоря, у них есть, точнее, будет парковка. Там огромное поле. Вот это выделено. Я бы сказал, что она должна удовлетворить желание всех жильцов комплекса. Из той квартиры, в которой меня водили, я четко видел масштабы этого паркинга. Там между домами и железной дорогой. И она, кстати, будет бесплатная. Что планируется в их районе из инфраструктуры и как обстоят дела со школами? Давайте внимательно рассмотрим Борисполь и комплексы на карте. В первую очередь хочу показать вам аэропорт Борисполь и его взлетные полосы. И мы видим, что самолеты садятся и взлетают не над городом и не над домами, которые находятся вот в этом месте. Так что прямо над крышами самолеты вряд ли летают. Здесь проходит улица Киевский шлях. Это центральная улица Борисполя. Приблизительно в этом месте остановка, на которой нужно выйти для того, чтобы пересесть на другую маршрутку и доехать вот сюда в привокзальный район. Называется он так не случайно, так как здесь расположен вокзал и железнодорожная линия. Прямо возле этой линии и находится ЖК Солнечный. Вот в этом месте будет огромная парковка для жителей этого комплекса. Вот здесь обещают построить детский сад, во что верится с трудом. В этом месте ближайший супермаркет АТБ. Но тут есть еще какие-то мини-маркеты. А здесь действующий детский садик. Вокруг в основном это частный сектор, но по чуть-чуть появляются и высотные дома. Такие как ЖК Счастливый Метр, ЖК Светанок, ЖК Лелека. И таким образом мы добираемся до ЖК Левада, который тоже находится недалеко от озера на территории комплекса. И на входе в ЖК расположен магазинчик Лоток. Также в этом месте находится медицинский центр, ну а ближайшая школа вот здесь. Ну а в остальном это все частный сектор. И здесь такая большая зона, но это не парк для прогулок, а скорее просто пока еще не освоенный пустырь. И с другой стороны тот самый фармацевтический завод и платный паркинг для жителей Левады. Как там проехать по центральной улице? Центральная улица Борисполя, конечно, перегружена. И даже днем по ней движение такое затрудненное. Поэтому я думаю, что в час пик там пробка такая приличная. Центральная улица Борисполя. Посмотрите, какой гадюшник с той стороны. Мафы с этими уродскими вывесками. Ну единственное приличное здание это ЦУМ, Киевский шлях, в котором находится Фора, а вот там еще находится АТБ. Но зато потом уже, когда выедешь на Бориспольскую трассу, там уже просто. Пока ты не доедешь до метро Бориспольская. Сколько же нужно добираться от ЖК Сонечный и Левада в утренний час пик, если вы работаете в центре Киева? В 8 утра ситуация на дорогах следующая. И как вы видите, нет никакой проблемы выехать из Борисполя, домчаться по Бориспольской трассе. Но уже возле метро Бориспольская начинает уплотняться трафик. И уже после станции Позняки просто все намертво становится. Поэтому в лучшем случае доехать до центра можно будет за 45 минут. Ну а в худшем за час и 20 минут. Если же ехать на общественном транспорте, то Google предлагает такой вариант. Сначала маршрутка до центральной улицы, затем маршрутка до станции метро Левобережная, и там пересадка на метро. В таком случае это займет где-то полтора часа. Солнечный 2 в 1. Близость к поездам и глиссаде аэропорта. Показательный баннер о продаже квартир на фото. Это индикатор проблем с продажами? Или просто такой маркетинг? Одна компания сказала, что у них осталось буквально несколько квартир. У ДБК Житлабут квартир побольше. Может быть это они баннер и вывесили. Левада по фото уже интереснее, но застройщик не на слуху. Что о нем известно? Ну вот тут и отвечают сразу, что застройщик наоборот самый свой в Борисполе. Благодаря этому дети жильцов ЖК Левада попадают по адресу в новый лицей. Стало быть, застройщик заботится о жильцах, которые купили квартиры в его комплексе. Вопросы к обоим ЖК. Условия рассрочки и к ЖК Левада. Как от них добираться в Киев? Есть ли прямой общественный транспорт? Прямого нет. Нужно подъезжать до центральной улицы. Либо идти пешком, как я сейчас делаю. Либо идти пешком к электричке и уже на ней пытаться добираться до Киева. Как там дела с самолетами? За сегодня ни одного самолета не видел в небе. Ни одного. Не очень интересно, чем может привлечь покупателя. Может привлечь, во-первых, ценой. А во-вторых, если вы работаете в Борисполе, то и месторасположением. Как утром с транспортом в Киев и вечером назад? Паршрутки ходят довольно часто, но будут пробки на выезде из Борисполя и на въезде в Киев. Но если вы ныряете в метро, то, в принципе, нормально. Конечная станция. А уже киевляне пусть пытаются втиснуться в вагоны, как хотят. Сергей, тебе говорили, что ты похож на Гоголя. Нет, чувак, не говорили. Никто не говорил, потому что я не похож на Гоголя. Ну и последний вопрос. Он у нас от Сократа. Да даже ничего не интересно. Обычные дома. Все, Сократ сдулся. Сократ уже не тот. Ему уже не интересны обычные дома. Что ж, ну вот такие дома. Вот такой вот Борисполь. Я надеюсь, что я здесь не в последний раз. Тем более, что в Борисполе начали строить комплекс. Такая известная компания, как Сага Девелопмент. Уж у них-то, я надеюсь, здесь получится. Что-то более интересное построить. Вы пишите, в какие мне еще ЖК отправиться. Может быть, я что-то в Борисполе пропустил. Интересное, как часто бывает. Да что ты, куда ты смотришь? Да в Борисполе же есть какие-то крутые комплексы. Еще какая-то новостроечка во пути мне встретилась. Но я уже ее смотреть не буду. Щитки для кондиционеров. Ну, может быть, стоит сюда как-нибудь приехать. И осмотреть его внимательнее. Пишите в комментариях, если вы вдруг живете в нем. Еще, кстати, довольно интересная постройка. Опять-таки, будет повод приехать и рассмотреть ее. Но для этого мне нужны жильцы, которые живут в этом доме. Так что, опять-таки, отзовитесь. Я не кусаюсь. Погуляем. Расскажете, как тут жизнь в Борисполе. Устал я бегать по этой жаре, поэтому обязательно поставьте лайк этому видео. Напишите комментарий. Любой, даже если вам нечего писать. И пишите, в какие комплексы мне еще отправятся. Вот такие вот у меня просьбы будут. Ну, а если вы хотите еще что-то посмотреть, то рекомендую глянуть на ЖК Карат. Он мне почему-то вспомнился. Когда я гулял по территории ЖК Левада, Карат тоже в подобном стиле выполнен. Правда, находится в Ирпине. Ну, и посмотрите ЖК Мелоди Парк, который находится ближе к Киеву, тоже по Бориспольской трассе. Как альтернатива, например, к ЖК Солнечному. Мне кажется, имеет смысл. Увидимся в новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok